Нет такого крепкого и здорового тела, которое никогда не болело бы, нет таких богатств, которые не пропадали бы, нет такой высокой власти, под которую не подкапывались бы все это тленно и скоро приходящее. Человек, положивший жизнь свою на все это, всегда будет беспокоиться, бояться, огорчаться и страдать. Он никогда не достигнет того, чего желает и впадет в то самое, чего захочет избежать. Но это удивительно высказано. Интересно, веды рассказывают. Вот смотрите, я женой хочу понаслаждаться. Пусть у меня красивая жена, допустим, да? Я такой, ах, наслаждаюсь, да. Вдвоем с тобой, вдвоем с тобой, остались ты, моя, любимая, любимая, бесценная моя. И пошел балдеть, да? Деды говорят, ровно столько, сколько я буду наслаждаться ей, столько она будет испытывать гордости, находясь рядом со мной и считая себя причиной моего счастья. Ровно столько, сколько я буду обожествлять свою жену, ровно настолько она будет обожествлять сама себя. И во время этого обожествления будут возрастать пороки в ее сердце точно так же, как возрастает, как растет роза, когда ее поливают водой. И постепенно в результате такого поклонения своей жене она начнет все больше и больше капризничать, все больше и больше ко мне придираться, все больше и больше меня ругать, больше злиться на меня и больше находиться в плохом настроении, когда я ее не прославляю, не восхваляю. Результат какой? Веды говорят, ровно столько, сколько ты хочешь балдеть от кого-то, ровно столько ты получишь от него страданий. Допустим, девушка увидела, нашла себе очень хорошего мужа. Вот смотрите, прямо как в этой песне. Чтоб не пил, не курил, цветы всегда дарил, тещу мамой называл, был спиртному равнодушен и в беседе, был нескушен. Все, короче, есть. Классный мужик. Нашла. Чем больше она будет радоваться его мужской силе, тем больше он будет считать себя Богом, тем больше он будет становиться гордым, тем больше он будет вас мучить, чем больше он будет вас поучать, тем больше он будет вас оскорблять, тем больше он будет подавлять вашу волю, тем больше он будет вам создавать веселую жизнь. Чем больше женщина наслаждается мужчиной, тем больше от него страдает. Олег Геннадьевич, как же тогда жить? Очень просто. Смотрите, ведь можно не наслаждаться мужчиной, а выполнять перед ним свои обязанности. Чем больше женщина служит мужу, заботится о нем, защищает его от проблем, тем больше она вкладывает в свое счастье. Но путь к счастью в семейной жизни всегда идет через горький вкус. Поэтому сначала, служа близкому человеку, мы его балуем. У него с одной стороны в сердце появляется уважение за то, что ты так самоотверженно заботишься о нем, а с другой стороны он наглеет. Всем понятно, да, чем я говорю? Но потом, когда уважение достигает большой степени в его сердце, то вы сможете начать его воспитывать. А воспитывать близкого человека это еще больше любовь, чем просто ему служить, заботиться о нем. Воспитывать близкого человека со спокойствием сердца, просто говорить ему, ты мой хороший не курил, ты вердишь своему здоровью. И так каждый день жена говорит с любовью. И у него все больше в сердце появляется желание бросить курить, даже если он сам об этом еще не знает. Потому что любовь всегда побеждает. Понятно? Сначала служим близкому человеку, потом воспитываем. Две стороны любви есть, две стороны медали. Одни люди служат, но не с бескорыстием, а с желанием наслаждаться этим человеком. И тогда у них в сердце растет обида. Они думают, я тебе всегда служила, а я, Олег Геннадьевич, всегда служила своему близкому человеку. А он, скотина, этого не понимает. Видите, небескорыстное служение – это как яд, который наполняет сердце. Надо просто для удовлетворения Бога служить своему близкому человеку. Просто ради Бога это делать. Потому что близкий человек никогда не оценит полностью служение души. Только Бог это может оценить. Все равно мы соприкасаемся также с эгоистом человека, не только с божественным, так же с его эгоизмом. Поэтому я служу близкому человеку ради Бога. Бог меня защитит в моем служении. Бог не даст мне огорчиться на несправедливость. И в результате благодарность растет в сердце близкого человека. А потом мы можем его воспитывать. И говорить ему, что вы лучше вот так не делаете, а вот так. И постепенно он меняется к лучшему. Так возникает любовь в отношениях настоящих. И счастье приходит в жизнь уже. Не страдание, а счастье в этом случае. Итак, мы с вами закончили беседу, потому что время наше закончилось. Вас устраивают такие беседы по высказыванию вот этих возвышенных людей? Интересно же? Мне вот очень интересно. Я не знаю, как вам. Спасибо. Знаете, у нас сейчас такая ситуация. Вот у нас сейчас 14 минут четвертого и осталось 30 минут. У нас два варианта. Или мы сейчас всем желаем счастья, и кто-то остается на ответы на вопросы. Или мы отвечаем на вопросы, а потом желаем всем счастья? Кто считает, что надо желать счастья? Кто считает, что отвечать на вопросы? Все хорошо, я понял, услышал вас. Значит, желаем всем счастья. Кто-то уходит, потом кто-то остается на ответ на вопросы. Потому что некоторые люди уже не могут дальше сидеть, у них времени уже нет. Все сели прямо. Сейчас будет тренинг, очень важный в нашей жизни. А потом сразу мы будем отвечать на вопросы уже. Вспомните святыню, согласно вашим представлениям. Или это будет святой человек, или это будет священное писание, или это будет имя Бога, или молитва какая-то написанная на иконе. Надо кланяться святыне и говорить себе, я хочу служить тебе. Я хочу служить тебе. Я желаю всем счастья. То есть мы вслух повторяем, я желаю всем счастья не от себя. У меня нет счастья. Я хочу, чтобы твое счастье шло через меня. Я хочу быть орудием в твоих руках. Я желаю всем счастья. Я хочу быть орудием в твоих руках. Я желаю всем счастья. Как только мы забываем о святом человеке и просто повторяем, я желаю всем счастья, это бесполезное занятие. Наша цель соединиться со святостью. Начать не просто думать о ней, но служить ей. Это более важно. Мы говорили из этой первой самой беседы, что служение Богу самое важное, что надо выполнять его волю. Я хочу быть орудием в твоих руках. Я желаю всем счастья. 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 отношений, чтобы он дал возможность победить плохую судьбу, и вы сможете опять жить вместе, но уже не расставаясь. Почему люди расстаются? Потому что судьба становится настолько тяжелой, что им уже трудно оставаться вместе. Им приходится жить немножко на расстоянии. Но если при этом люди думают, что у нас все закончилось и разводятся, то тогда они предают уже друг друга. Это в этом случае Бог наказывает. Живем мы вместе или на расстоянии, не имеет значения. Все зависит от влияния судьбы. Но если вы с помощью внутренней жизни восстанавливаете отношения, с помощью внутренней жизни, то тогда вы становитесь все ближе и ближе. Не с помощью болтовни, а с помощью внутренней жизни. И тогда вы в этом случае побеждаете судьбу быстрее. Люди сходятся в сердцах, а не в постели. Понятно, да? Как выбрать между двумя кандидатами мужья? Спасибо, Коля. Вот Коля мне принес любовь свою. Спасибо им. Как выбрать между двумя кандидатами мужья? Отличный вопрос. С первым очень тяжело отношения складываются. Но интересно. Потому что мы очень разные. А с вторым легко. Мы похожи характером. Но мне скучно с ним. Так они мне оба нравятся. Достойные, хорошие. Понимаю обеих, но с выбором затрудняюсь. Спасибо. Видите, женщина не должна сама выбирать. И очень трудно. Она должна советоваться со старшими. И выбрать надо не того, с кем скучно или с кем весело. А выбрать надо духовно более развитого человека. Таков должен быть выбор. Надо, что с помощью старших определить, кто из них. Надо общаться с старшим, чтобы он определил, кто духовно более развит из этих двух людей. Из-за более развитого духовного человека надо выходить замуж. Потому что это более устойчивый брак будет. Чем более духовно развитый человек, тем у него больше совести, тем меньше шансов, что он бросит. Видите, вы-то говорите о чем? О наслаждении в жизни, да? А я говорю о сдаче экзаменов. Наслаждения придут, когда будут сданы экзамены. Если муж, мужчина, женщина симпатичны друг другу, будут наслаждения обязательно. Но надо сначала сдавать экзамены, а с дураком сложно сдавать экзамен. С умным легче. Поэтому надо выбрать более разумного, более духовного человека. И тогда сдавать экзамены будет легче. Вот и выбирайте теперь. Я вам уже сказал ответ свой. А если вы хотите, чтобы я за вас выбрал, тогда вы должны быть очень верны моим словам. Такое может быть для женщины, но в других отношениях. Например, если я наставник или я отец, допустим. Иногда я могу сказать свое слово. Так как у нас нет таких отношений, поэтому вам придется самой выбирать. Или найти себе наставника, который бы вам конкретно сказал. У меня непреодолимая карма с мамой и бабушкой. Как бы я ни жила, они всегда находят во мне то, что они недовольны. Это нормально. Это означает, нет Бога в жизни и все. Причем-то неодолимая карма. Это означает, что люди все находят недостатки друг к другу. Все абсолютно. Причина. У них нет духовной жизни. Или люди смотрят на материю, или смотрят на Бога. Когда они смотрят на материю, они видят Гея только одно. И постоянно критикуют друг друга. Когда люди смотрят на Бога, они видят светлое и чистое друг к другу. Все. Не хватает духовной жизни, значит, будет критика. Неизбежно. Не то, что это непреодолимая карма. Это неправильная жизнь просто. И все. После общения с ними у меня опускаются руки. Не надо общаться близко с людьми, которые не идут к Богу. Это могут быть родственники. С ними какие должны быть общения, отношения? Такие, какие они хотят. Здравствуй. Как дела? Все хорошо? Все хорошо. До свидания. Они хотят просто любви. И все. О чем вы будете с ними говорить? Если они не хотят говорить о самосовершенстве, тогда в чем заключаются близкие отношения? О чем вы будете говорить? О том, что нужна дача, нужна машина, нужна квартира, все козлы вокруг, страна плохая. Об этом вы будете говорить? Ну, хорошо. А вы тогда не придавайте этому значения. Просто разговаривайте с ними между делом. Не с сердцем. Допустим, если ребенок постоянно плачет, не значит, вместе с ним плакать надо. Его можно отвлечь. Бабушка, слушай, давай посмотрим вот этот фильм, такой классный фильм. Давай не будем об этом говорить. Вот это посмотрим. Или на, вот я тебя хочу угостить. И так далее. Понимаете? Отвлекать людей надо от этих тем. Как научиться не пускать так глубоко их слова внутрь себя? Надо понять уровень сознания человека. И тогда не будете пускать. Вот вы, допустим, сейчас хотите меня убедить в том, что у вас непреодолимая ситуация. А я не пускаю вас внутрь. Я вам говорю, что преодолимая. Просто вы никогда не занимались серьезной духовной практикой. У меня тоже... Мама звонит и говорит, Оля, как дела? Все, я так соскучился. Давай поговорим. Я говорю, давай поговорим, мамочка. Все хорошо у нас дела. Служим Богу. Не болеешь? Нет, потому что я молюсь постоянно. Видите, она про свое, я про свое. У нас беседа такая идет. Душевный разговор. И это хорошо. Вы про свое, и она про свое. Все. Но проблема, знаете, в чем заключается? Что вы же не победили карму. Вы недовольны ей. И поэтому она непреодолимая. А чтобы быть довольны, надо вымолить судьбу. Надо молиться Богу, предаться, принять судьбу сначала. Первый этап принятия. Это в молитве происходит. Вот сейчас я вместе с вами принимаю судьбу. Мы глотаем вместе. Глотаем вместе, понимаете? Я глотаю и вы. Мы вместе глотаем. Видите, вам уже легче стало, так? Теперь надо переваривать. Будем переваривать вместе, да? Надо молиться, понимаете? Молиться Богу. Чтобы Он дал знание, как жить. Вот в той судьбе, которую я имею. Потому что я в прошлой жизни сама была такой бабушкой и мамой. И теперь вот я за это отвечаю. Перевариваем. Перевариваем. Видите? Перевариваем. И мы говорим себе. Всегда буду стремиться к высшему. и не буду никого осуждать никогда в жизни. И так мы побеждаем в судьбе своей. Учиться не осуждать и молиться. Больше силы принимать, божественной силы в своё сердце. И поменьше вот этого ощущения, что всё плохо, всё непреодолимо, всё ужасно в моей жизни. Не хватает общения духовного вам. Вы в свободное время чем занимаетесь? Значит, нормально, движемся вперёд. А я своего духовного учителя слушаю в свободное время. Таким образом, его сила к вам переходит. Благодарю так, хорошо, так. Во что верить? Я разочаровалась в своей вере и на своих наставниках. Мне как-то одна женщина, она живёт в монастыре, не буду говорить, какой веры, написала письмо. Говорит, я во всех тут разочаровалась. Я слушаю ваши лекции, у меня другая вера. И говорит, скажите мне, может мне надо уйти из этого монастыря, из этой веры и пойти в другую веру, как бы, и другим людям. И я ей пишу ответ, говорю, а вы никогда и не знали этих людей, с которыми вы жили, потому что простой человек не сможет жить отречённой жизнью. Вот не может простой человек жить в монастыре. А почему вы не видите, что они возвышенные эти люди рядом с вами? А потому что вы никогда серьёзно к Богу не обращались и духовной практикой серьёзно никогда не занимались. И не понимая, что это возвышенные люди, а возвышенные люди тоже имеют недостатки, но это не главное в них. Надо научиться людям видеть главное, и тогда счастье придёт в твоей жизни. Ты никогда не видела главного в людях своей вере, никогда не видела чистоты в них, и поэтому тебя захватило критическое настроение, ты разочаровалась в своей вере. Хотя вера твоя ни в чём перед тобой не виновата, просто ты не умела в ней разобраться и видеть чистоту. Я написал ей такое письмо, и она осталась в своём монастыре. Всё нормально. Она продолжала свой путь духовный, продолжила свой путь. Духовный путь – это непростая вещь. Чем ближе мы с духовно развитыми людьми становимся, тем больше видно недостатков. Это испытание, которое надо пройти. Но когда ты воистину начинаешь понимать духовно развитых людей, в сердце необыкновенное счастье возникает. Счастье – отношения глубоких, возвышенных отношений возникает. Это всегда и у всех так. У меня то же самое в моей вере. Если я сейчас начну думать о недостатках, я деградирую. Если я буду думать о возвышенных вещах, я буду развиваться и чувствовать всё больше счастья и глубины в моей вере. А так можно метаться, метаться везде и вообще не найти прибежища, пристанища в жизни. Пережито много. Похоронила двоих детей. Развод. Хочу нести в этот мир красоту и радость. Способна ли я? Готова ли я? А чего столько много я? Почему в записке столько много я? Видите, в этом ответ. Слишком много я. Я пережила страдания. Я пережила радость. Я готова ли? Пока человек думает только о себе, он не может развиваться. Не я пережила радость, а Бог мне дал радость. Не я пережила страдания, а Бог мне дал страдания. Не я готова, а Бог решит, готова я или нет. Зачем об этом вообще думать? Ну смотрите, есть два варианта жить. Допустим, большая куча, да, передо мной. Один вариант. Смогу я выкопать эту кучу или не смогу? Может быть, я готов ее копать, а может быть, не готов. Второй вариант. Просто берем и копаем. Но это так тяжело же, копать эту кучу. Нет, просто берем и копаем. Почему? Потому что я хочу удовлетворить Бога в своем сердце. Когда человек хочет удовлетворить Бога, он просто берет свою судьбу и копает ее. Сколько выкопает, столько сможет, сколько сможет. Все. Это вопрос его отношений с Богом. Сколько Бог сдав сил, столько будут для него копать. Второй вариант. Размышлять о том, копать или не копать. Очень важное занятие. Но ничего от этого не меняется. Почему же человек размышляет? Потому что он думает о себе, а не о Боге. Он не о служении думает, а о своих грехах. Я такой падший, я такой падший. Нет, ты просто падший и все. Давай копай, не думай об этом. Олег Геннадьевич, я столько пережила. Не больше, чем все остальные. Нет, Олег Геннадьевич, вы не понимаете. У меня такая необычная судьба. Да, вы необычная, но Бог еще более необычный. Надо перестать думать о себе и начать думать о нем. И жить для него. И тогда можно победить. И стать очень возвышенной душой. Возвышенная душа не думает о себе совсем. Она просто служит и все. И она счастлива в этой жизни, в такой жизни. Она не мельчает в результате, она становится могущественной. Могущество человека не в том, чтобы из себя что-то делать. Могущество в том, чтобы стать орудием в руках могущественной силы. Понятно, да, идея? Видите, разное настроение я вам сейчас описал. Как вы думаете, почему... А, ну да. Уже ответил на это. Ой, так мелко написали. Опять о взглядах Льва Толстого записка и так далее. Нет смысла это обсуждать. Да? Да? Просто вы мужчина. Смотрите, есть два способа мыслить. Есть женское мышление, есть мужское. Женщины, они очень искренние, открытые, и они живут в пространстве уже определенном. То есть они принимают истину от того, что уже решено, что уже понято. Это женское мышление. Оно такое... У женщины разум, он в пространстве определенного и понятого существует. А мужской разум, он ему недостаточно того, что понято, он хочет заново понять все. Он ищет свой ответ. Женщине нравится тот ответ, который есть, она его сердцем принимает, сердцем радуется, и все, таким образом она развивается. А мужчине надо новенькое что-то. Так устроена мужская психика, ему надо самому все понять. Допустим, мужчина и женщина пришли на лекцию. По факту, жена привела мужа на лекцию. На два года ему там подсказывал, показывал лекции, он начал слушать. Но когда он приходит на лекцию, он говорит, это мой путь, я сам этот путь прошел. Она говорит, здрасте, я же тебя сюда притащил. Но он говорит, нет, я всегда сам так считал. Понимаете, то есть мужчина, у него другая логика, мужская. И мужчина по-своему, по-мужски задает вопрос. То есть он задал вопрос, и сам ищет ответ. В тех же самых лекциях. Он говорит, я нашел ответ. Почему? Потому что так усоткана мужская психика. Она в сфере неизвестного живет, а женская в сфере известного. Просто разница в мышлении, и все. Но это нормально. Просто вы так вот действуете по-мужски. Почему? Ну, нормально, допустим, мужчины иногда меня спрашивают. Ответьте мне на такой вопрос. Я отвечаю на вопрос. Женщины внимательно слушают. А мужчина, который задал вопрос, он не слушает. Он сидит и думает, хорошо, так. Что он делает? Он сравнивает со своим ответом. То, что я сказал. И так считает. Да-да-да, хорошо, Олег Геннадьевич, хорошо. Есть смысл в ваших словах, да. Я не договорил. Но вы ведь говорите то, что я уже знаю. То есть видите, я говорю, он задал мне вопрос, но он слышит ответ своими словами, считая, что это он сам уже знает. Все. Это так действует мужская логика. Но по факту все то же самое. Человек имеет старшего и задает ему вопрос. Просто женщины по-женски задают вопрос, мужчины по-мужски. Все. Это одно и то же по факту. Все одно и то же. И это хорошо. Надо быть самим собой. Не нужно из себя ничего корчить. Разумно быть самим собой. Развиваться, как развиваешься. Это хорошо. Богу это нравится. Сердце Богу нравится. Когда мужчина по-мужски живет, это нравится Богу. Женщина по-женски тоже Богу нравится. Два типа мышления. Как правильно вести духовную жизнь при определенной вере, не повлияв на выбор ребенка. А вы не повлияете никогда на выбор ребенка. Как вы на него повлияете? Вы что думаете, он прям вот купился на то, что вы ему скажете? Он реагирует в своем сердце на то, что вы ему даете. До пяти лет ребенок просто копирует родителей. И они думают, ой, какой он святой, он уже принял веру. Нет, он просто копирует. Потом постепенно он от этого отходит и начинает свою игру. А после тринадцати лет он может что-то принять или не принять. И вы думали, что он уже все, религиозный человек. Он раз и ушел от духовной жизни. Потому что он никогда ее не принимал. Ему надо целую жизнь прожить, чтобы принять. Если вы духовно развиваетесь, он тоже будет развиваться. Постепенно он может встать на путь веры. А что делать, если выбор веры ребенка сделан родителями? Да не сделайте вы выбор веры ребенка. Вы просто их к культуре религиозной приучаете. Он сам, ему саму придется сделать выбор потом. Конечно, ваше общение важную роль сыграет. Но иногда бывает так, что ребенок не принимает веру в своих родителей. И это тоже нормально. Каждый человек сам идет своим путем к Богу. Можно ли приучать ребенка к молитве рядом с собой? Конечно, даже нужно. Надо обязательно. Ребенок не делает выбор осознанно. Он никогда не делает выбор осознанно. Осознанность проявляется в человеке после 25 лет. Надо всегда учить человеку чему-то. Потом осознанность придет сама. Он сам во всем разберется, когда придет время. Но учить-то надо все равно. А чему вы можете учить? Только тому, что у вас есть. Вы же не можете чему-то чужому учить. Вот я по ведам даю лекции. Я пытался там из Библии какие-то высказания приводить. Меня сразу написали письмо. Люди, которые слушают мои лекции, они рассказали мне, как на самом деле. Я понял, что я не должен вообще туда нос ссувать. Потому что у меня нет достаточного образования на эту тему. Я говорю о том, что знаю. Не нужно пытаться учить тому, чего ты не знаешь. Зачем? Какой смысл? А как быть, если у мужа зависимость от наркотиков? Точно так же быть. Что, думаете, что зависимость от наркотиков не лечится? Лечится точно так же, как зависимость от алкоголизма. Разницы никакой нет. Мои хорошие и дорогие, к сожалению, я вот ответил только на 30% вопросов. И время наше уже закончилось. Так всегда человек проживает 30% жизни своей. Проживает ровно столько, сколько смог прожить. Простите меня, если я не на все вопросы ваши ответил. Но у нас, к сожалению, уже нет времени. И я хотел бы в завершении сделать то, что очень радостно моему сердцу. Это раздать вам эти цветочки, которые стоят здесь в вазах. Подходите. Обмениваться любовью. Спасибо. 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 Спасибо.